Всемирного форума. Россия глобальная, важная держава. Традиции участия на заседаниях Всемирного экономического форума. И у мира открывается новое окно возможностей для того, чтобы перейти от эпохи конфронтации к эпохе сотрудничества, для того, чтобы это позволит услышать голос ваш, президента Российской Федерации, что очень важно. Особенно в то время, когда существует много разночтений различных подходов, нужен конструктивный, честный диалог для решения наших общих проблем, для того, чтобы выйти из эпохи поляризации и изоляции. Вчера вы по телефону говорили с президентом Байденом, и вы договорились продлить новый договор о стратегических вооружениях. И это очень позитивный исторический признак. COVID-19 показал, что все мы уязвимы и взаимозависимы. И как никакая другая страна, Россия, безусловно, не была обойдена влиянием этой пандемии. И, конечно же, открывать новые возможности для нового международного сотрудничества, что интересует всех нас. Господин президент, мы с интересом выслушаем вашу точку зрения, точку зрения России, взгляд на нынешнюю ситуацию в 21 веке. И что надо сделать, по вашему мнению, для того, чтобы сделать так, чтобы люди повсеместно жили в условиях мира и процветания? Господин президент, мир ждет вашего выступления. Спасибо. Уважаемый господин Шваб, дорогие коллеги, дорогой Клаус, я много раз бывал в Давосе на мероприятиях, которые организует господин Шваб еще в 90-е годы. Вот сейчас только Клаус вспомнил о том, что мы познакомились в 92-м году, и во время работы в Петербурге я действительно неоднократно посещал этот представительный форум. И хочу вас поблагодарить за то, что сегодня есть возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое собирается на этой всемирно признанной площадке, благодаря усилиям господина Шваба. Я, прежде всего, хочу, дамы и господа, всех вас поприветствовать на Всемирном экономическом форуме. И начать хотел бы с того, что отметить, что отрадно в этом году, несмотря на пандемию, отрадно, что в этом году, несмотря на все ограничения, форум все-таки продолжает свою работу. Хотя и в онлайн-формате у нас все-таки работает. И он предоставил возможность участникам в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами, что отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедший месяц. Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответа. И нынешний форум, первый в начавшемся в третьем десятилетии 21 века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете. Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, о которой Клаус только что упомянул, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Она, эта пандемия обострела проблемы и дисбалансы, также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречия. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах. Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты, я с уважением отношусь к их мнению, сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам, по масштабу и комплексному системному характеру вызовов потенциальных угроз, определенные аналогии все-таки напрашиваются. Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения, как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Ну, об этом мы и раньше говорили, но это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей. Обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах. Все это неизбежно сказывается на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности. Вот Клаус сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом Соединенных Штатов и о продлении договора по ограничению стратегических наступательных выражений. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Но, тем не менее, противоречия все-таки закручиваются, что вызывает, что называется по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможно. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, для этого ничего не предпринимать, не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушениями не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Отмечу здесь, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие поиной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории. И в этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые, по моему мнению, стоят сейчас перед мировым сообществом. Первый из них – социально-экономические. Да, если судить по цифрам статистики, то даже несмотря на глубокие кризисы 2008 и 2020 годов, период последних 40 лет можно назвать в целом успешным или даже сверхуспешным для мировой экономики. Начиная с 1980 года, глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения удвоился. Это, безусловно, положительный показатель. Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в разъебающихся странах. Позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности. Так, если взять уровень дохода в 5,5 долларов на человека в сутки, тоже по паритету покупательной способности, то по оценкам Всемирного банка в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. А в России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, по самому главному, кстати говоря, направлении. Но все-таки главный вопрос, ответ на который во многом и дает понимание нынешних проблем. Каков был характер такого глобального роста? Кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, как уже сказал, во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары. Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан. А как же обстоят дела в развитых экономиках, где уровень среднего благосостояния гораздо выше? Как ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались еще более глубокими. Так, по оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 долларов в сутки в Соединенных Штатах Америки, например, в 2000 году проживало 3,6 миллиона человек, то в 2016 уже 5,6 миллиона человек. В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний. Кстати говоря, по гражданам в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как и в Штатах. Но, опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден, одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете, в какую величину? Втрое. То есть, миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встает проблема, как сохранить здоровье себе, своим родителям, как обеспечить качественное образование детям. Накапливается огромная масса людей, которые по факту оказываются невострелованными. Так, по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или это 267 миллионов молодых людей в мире, нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих, вот интересный показатель, интересные цифры, и даже среди работающих, 30% живут с доходом ниже 3,2 долларов США в сутки по паритету покупательной способности. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно проводившейся, и догматически. В основе этой политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус с его неписанными правилами, когда приоритет отдаётся росту экономики на базе частного долга в условиях дорегулирования и низких налогов на богатых и корпораций. Как уже сказал, пандемия коронавируса, она только обострила эти проблемы. В прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времён Второй мировой войны. А потери рынка труда к июлю оказались эквиваленты почти 500 миллионам рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось восстановить, но всё-таки это почти 250 миллионов утраченных рабочих мест. Это большая и очень тревожная цифра. Только за первые 9 месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти. А значит, растёт и социальная напряжённость в обществе. При этом посткризисное восстановление идёт непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счёт стимулирующей макроэкономической политики, так и делали, и делаю, кстати говоря, постоянно ещё до сих пор, то сегодня такие механизмы уже, по сути, исчерпали себя, не работают. Их ресурс практически исчерпал. Это не мои голословные утверждения. Так, по оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную приблизился к отметке в 200% глобального ВВП. А в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП. При этом в развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся – на исторически минимальных уровнях. Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счёт наращивания частного аккредитования, по сути, невозможным. И так называемое «количественное смягчение», которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведёт к дальнейшему расслоению в обществе. А нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой. Кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира. Я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже со мной с этим согласятся. Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьёзными, непредсказуемыми потрясениями. Определённые надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием. Действительно, последние 20 лет заложили фундамент для так называемой «четвёртой промышленной революции», которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений. Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако, этот процесс порождает и новые структурные изменения. Прежде всего, имею в виду рынок труда. На рынке труда. Значит, без эффективных действий государства, множество людей рискует остаться без работы. Причём зачастую это так называемый «средний класс». А это основа любого современного общества. Прикорů Прикор雅 Русская